всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня начинаю снимать влог вообще снимаю влоги и чудо я их не выкладываю короче что-то я не знаю почему так происходит девочки в общем я сегодня уехала гулять уехала из дома меня домашние вообще перебесили такие мам ты куда я в смысле как боже вечер куда-то уехала уезжаешь точнее вот сегодня у меня родительское собрание но я решила уехать пораньше из дома короче приготовила обед накормила всех обедом сказал на ужин что найдете есть вот и уехала вот меня 18-30 родительское собрание а я хочу короче пойти вообще хочу порелаксировать я вот вам клянусь у меня нет определенной какой-то цели что я вот пошла затем то затем нет я пошла просто так вообще на самом деле мне нужно купить белье нижнее белье но но я хочу в регуш я хочу магазин фамилия я хочу я хочу просто погулять надо подготовиться к родительскому собранию немножечко по релаксировать но я когда уезжала был такой мелкий 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 дождик сейчас это просто кошмар на улице идет дождь а у меня куртка вот это кстати вот эта прикольная куртка не а так нравится вообще обалдеть не она как рубашка это что-то adidas да вот ты засомневалась до с такими полосочками даже на общем обожаю эту куртку но капюшон это нет вот так вот она подземный паркинг я не умею заезжать вот так вот я же бог парковки сейчас попробую найти мне вроде где-то машине валялся зонтик найду и пойду пойду гулять девочки возьму вас собой что-то я прям доела короче мне все домашние надоели все надоело я решила погулять вот по поводу очков меня когда кто-нибудь видит в очках и это у меня меня плохое зрение вот для зрения наши очки и же на них за рулем и в очках я хожу только в городе потому что меня не такое сильно плохое зрение дома я видеть всех не хочу это одна из версий почему я дома не хожу в очках вот поэтому в общем весело короче вот но надеюсь что вам немножечко хотя бы моего хорошего настроения вот видите у нас какой дождина немножко передаться в общем побежала магазин возьму с собой и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, приехала я домой. Уже, на самом деле, полдесятого. Я, правда, поела, потому что была голодная, сегодня ничего не ужинала и не обедала. Вот так получилось. Вот, на самом деле, зависла в магазине фамилия. Много что там померила, мне ничего не подошло, не понравилось. С родительского собрания около восьми часов вышла. И пока доехала, еще пробки были. Вот, так что, сейчас давайте покажу. Наверное, влог будет несколько дней. Вот, и сейчас покажу свои покупки. Итак, покупки из магазина фамилия. Я купила там только нижнее белье из одежды. Что-то мне ничего не понравилось, не подошло. В общем, купила вот такие вот. Ну, меня все девочки смотрят, да. Это фирма хотела показать, в какой марке. На самом деле, фамилии бывает очень хорошее нижнее белье различных марок. И Тезенис, и, в общем, разный. Называется марка. Не знаю, я такое не брала еще, нижнее белье такой марки. Вот, но мне очень понравилось. Смотрите, вот такие вот, такие вот трусики. Очень, мне кажется, симпатичные. Прям мне очень понравились. Такое кружево здесь прямо мягенькое. Они вообще мягенькие. Нижнее белье я не мерю в магазине фамилия. Здесь вот такая вот сеточка. И вот такие вот. Здесь, как бы, ну, такой телесного цвета ткани. И поверх такое черное кружево. Стоили они минус 5%. Скидка у меня была 449 вот эти. И 699 почему-то вот эти. Хотя одна и та же марка. Ну, не знаю. В общем, мне они очень понравились. Вот, и поэтому взяла. Еще, конечно же, посуда. Вот, посмотрела, просто погуляла. На самом деле бесцельно, как я уже сказала. Поэтому купила две вот такие баночки. Слушайте, я буду хранить в них, наверное, печенье. Во-первых, которое сама пеку. Я пеку сразу, если пеку-то много, да, чтобы надолго хватило. И как раз вот в такой банке. Вообще она под муку, мне кажется, подойдет. Не знаю, 2 килограмма муки. Я обычно пачку 2 килограмма. Покупаю, подойдет сюда или нет. Стоили 349 рублей минус 5%. Видите, банка с крышкой. Вот такая большая. И такая форма баночки очень классная. И точно такая же маленькая. Я взяла. 249 минус 5%. Соответственно, вот такие вот. Это покупки из магазина Фамилия. Джусенька мне моя тут помогает. Она так соскучилась. Пока меня не было, ее никто не кормил тут никого. В общем, девчули без меня соскучились. Конечно же, зашла в магазин Тезеннис. Так как я, в принципе, хотела купить себе белье. Но вот фамилии только вот две пары. Я себе, да, купила. Больше ничего такого не нашла. И в примерочной я вам показывала такую кофточку. Белую в цветочек. Она мне на самом деле очень понравилась. Очень классное качество. Я взяла точно такую же, но черную. Один в один. Я взяла размер М. Хотя мне подошла и Эска. Но М как-то посвободнее. Как-то, не знаю, мне больше понравилось. Я хочу вот эту кофточку носить дома. С джинсовыми шортами. Или у меня есть черные джинсовые шорты домашние. В общем, вот такая вот симпатичная. Она была на распродаже и стоила 599 рублей. Что-то тут мега мелко написано. Вискоза. Вот. Сто процентная вискоза. А что производство это? Болгария. Сделано Болгарии. Вот. В общем, очень мне понравилось. Но так как я взяла для дома, я подумала, что черненькая будет самое то. Тем более с джинсами. С джинсовыми шортами. Да. Я дома ношу джинсовые шорты. В общем, она мне очень понравилась. И понравилась мне, конечно, за счет вот этих вот рюшечек. В общем, классная. Вот эту черненькую кофточку я вам ее примерю. Покажу. Но уже завтра. Потому что сейчас я уже буду умываться и ложиться спать. Еще купила пижамку. Пижамку, наверное, не примерю. Потому что она достаточно такая прозрачная. Вот эта часть. Это хлопок и кружево. И у нее идет, то есть это шортики на резиночке. И у нее идет вот такой топ сверху. Мне очень понравилось, как все это дело смотрится. Оно, конечно, немножко просвечивает. Но это ночная сорочка. Значит, ну как, ночная пижамка, правильно сказать. Размер у нее SM, следующий ML, по-моему, как-то так. Вот, 799 рублей топ. И столько же стоят вот эти вот шортики, да. Тоже 799 рублей. 84% полиамид, да, я так понимаю. 16 ластан. Это тоже 100% джуси. Соскучилась моя дочь. Да. 100% хлопок. Это вот эта часть и вот это, соответственно, ну, кружево-синтетическое. Джус, ну ты вообще нормальная? Это мама себе купила джус. Не грызи тут мне ничего. Я понимаю, что ты скучала. Скучала, скучала, конечно же. Помощница моя. Помощница скучавшая моя. Не может, когда я куда-нибудь уезжаю. Вот. Конечно же, там всегда проходит акция, вот в Тезенис, да. Да, что 4 по цене 3 или 3 по цене 2. Ну, как-то так. В общем, всякие разные. Вот было 4 по цене 3. И я набрала, соответственно, трусики. Причем набрать можно разные. Разные по посадке, да. Там бразильяны или как они там называются. В общем, всякие разные можно набрать. Я, соответственно, взяла. Мне понравились вот такие. Конечно же, за счет кружева. Вот я очень люблю вот это все дело. Вот. И вот с такой расцветкой. Но вот они были единственные в такой расцветке. Поэтому я взяла. Сзади выглядят вот так. А так они стоят все по 599 рублей. Потом взяла еще вот такие. Мне понравились. Мне очень нравится качество нижнего белья. У них очень классно. И верх, и низ. Но мне нужен был только низ. Поэтому я взяла, соответственно, только низ. Здесь вот такие цветочки. А сзади идет. Вот видите, тут типа разная посадка на попе. Вот. Идет вот такое кружево. И обычные вот такие уже стринги беленькие. Вот здесь вот кружево. И вот такие вот розовые. Мне нравится вот именно вот эта модель. Тем, что она, видите, вот здесь вот нет шва. Вот. Это очень классно. То есть здесь оно такое бесшовное. А сзади идет вот такое вот кружево. Ну и, конечно же, я зашла в магазин Ривкош. Куда я, девочки, без нового парфюма? Очень многие меня спрашивали про вот этот парфюм Dolce Rose от Dolce Gabbana. Блин, он обалденный. Он вообще обалденный. Я его тестировала уже несколько раз. И я поняла, что я не могу без него. Не знаю. Я его уже вскрыла в машине. Побрызгалась. Вот у него бумажка. Не знаю, как насчет того, что это летний аромат. Для меня, скорее, нет. Он более сладковатый, более терпкий, цветочный, розовый и сладковатый, и чуть-чуть горечи. Я ощущаю. Но это действительно такая сладкая, благородная роза в духе Dolce Gabbana. Я бы вот так ее назвала. Была акция на маленький флакончик. Ну, в принципе, я и хотела маленький флакончик. Потому что, ну, куда мне сотки? У меня и так много уже в парфюмерии. Она у меня все множится и множится. Поэтому я решила, что мне как раз будет 30 мл. Вот такая Dolce Rose. Джусинра. И я тебя люблю, моя джусинька. Вот у меня вот такой аромат. Это я заказывала на духе РФ Dolce Shine. Вот это вообще обалденный. Но это летний аромат. Не на жару, конечно, но это летний аромат. А вот этот уже более сладкий, более цветочный. Такой, мне кажется, вот сейчас в сентябре, когда будет бабье лето, если оно будет, да, джус, то как раз самое то будет вот этот аромат заходить. Кто любит розу, цветы, сладость, очень советую попробовать. И это такой в Dolce, вот в духе именно ароматов Dolce. Вот они чем-то схожи, но здесь такой более солнечный аромат, а это более, более цветочный, более сладкий. Ну что ж ты делаешь? И что ты делаешь? И тут и делаешь. Носилый, нос. Я еще зашла в мясную лавку, но убрала же все в морозильник. Там купила им куриные, ой, сердце и индейки. В общем, скормила уже им. Там иногда продается, иногда нет. И печенку индейки. В общем, купаты еще купила там, куриные или из индейки. В общем, завтра буду готовить, вам покажу уже. И купила давно, хотела вот этот вот консилер. Мне вообще нравится тональная основа. Ну понятно, да, еще игрушку мама купила попутно. Консилер, тональная основа. Мне нравится вот этот вот Double Wear. Но она такая более плотная она у меня была. В общем, я хотела на самом деле вот и в Saint Laurent вот этот вот знаменитый карандашик купить. Он у меня уже был как-то давно. Я хотела повторить, но девушка-консультант предложила мне именно от Estee Lauder попробовать. Я много слышала вот об этом от Estee Lauder. У меня это оттенок 1S Light Cool. Ну, в общем, попробую, поношу. Она сказала, что он не сушит. Мне самое главное, чтобы не сушила, потому что кожа сухая. Да? Вот такую маму штучку купила. Тебе тоже надо. Она... Джузи у меня. Я ее, ну, таскаю на руках, потом как-то она постоянно со мной спит. И у меня старший сын говорит, что от нее мамой пахнет. Потому что бывает, я, ну, там, приведу себя в порядок с утра, несу какой-то на себя парфюмчик, и она ко мне приходит, на ручки прыгает. Я ее беру на ручки, и вот, знаете, свежая, свежепобрызганная, да, какую-нибудь туалетную водичку. Ну, что ты ешь, так, господи, не ешь. Нельзя. Вот. И от нее тоже пахнет туалетной водой моей. Мама, че пахнет? Зачем ты это грызешь? Ну, что это такое? Ну, что это? Ну, что? Что это такое? В общем, вот такие вот у меня тут дела. Сейчас все это буду убирать. Ну, вот. Точнее, я сейчас пойду уже... Точнее, я сейчас пойду уже в душ умываться. Сейчас все растрепано, пока в пробках там постояло, тоже, уже, короче, уже все. Вот. Вот. И что? И уже давайте встретимся с вами завтра. Всем снова привет. Начинаю снимать на следующий день. И хочу показать вот эту кофточку. Я ее уже напялила, буду сегодня в ней ходить. Вот. Она мне очень нравится, безумно. Если размер поменьше, то она покороче немножко получается. Вот. А здесь такая длинненькая. Вот так вот с шортами. Это мои джинсовые шорты. Что за джинсовые шорты? Это обычные джинсы, которые у меня протерлись там внизу. И я их обрезала. Даже не прострачивала. Просто вот так загнула и все. И так и хожу. И вот эта кофточка. Нравятся мне вот эти рюшечки. Так, тут мои дети. Там дети. Тут дети. Вот. Так что вот такая вот история. И сейчас еще покажу вам. Не знаю. Она очень классная, приятная к телу. Здесь такая как бы резиночка. Вот. Так что отлично. Сейчас покажу еще. Сегодня буду готовить то, что купила вчера в мясной лавке. Сегодня все это буду готовить как раз таки. Наполнила сейчас девочке вот эти свои баночки, которые купила вчера в магазине Фамилия. И вчера я вот там, где покупаю мясо, я еще купила вот это печенье. Оно продается у меня только там. Больше нигде не видела. Хотя мне кто-то писал, что вроде бы в Ашане видели вот это печенье, которое называется Рокфорт. Которое сырное печенье. Очень любят его. А, кстати, крышечка такая плотненькая. Это хорошо. Его очень любят мои мужчины. Вот. Поэтому как раз положила. Вообще очень прикольно. Вот эта банка. Она такая большая. Я когда кексы пеку, у меня часть съедается. А часть обычно остается. Ну и там потихонечку потом подъедается. И, ну, они подсыхают, кексики. Да. И вот как раз положить маленькие сюда. Или печенье, которое я сама пеку или что-то такое. Джууси. Вот это Джууси мне играет. Вот как раз вот сюда. А вот в эту маленькую я в ленту, когда езжу, тоже обычно покупаем всякие разные конфетки. Вот как раз сюда положила все то, что у меня осталось от конфеток. Но это я не на столе буду хранить, то я буду хранить в шкафчике. Просто с крышечкой плотно, ничего не будет высыхать. Ну и как, знаете, говорят, подальше положишь, поближе возьмешь. Вот. Это из этой серии. Потому что это же надо достать, открыть крышку. А так в пакете лежит, сунула руку, взяла, пошел, да. А так вот более сложный, сложный вариант. Шучу, конечно. Вот. Так что баночками очень довольна. И вот еще, что я вчера купила. Это у меня из индейки купаты. Я не помню, девочки, что почем. Здесь у меня печень индейки. Я ее тоже сейчас пожарю. И куриная грудка. Это я сейчас сделаю детям в панировочных сухарях. Я просто панировочные сухари, точнее, ну, добавляю специи, режу на кусочки, да, обваливаю в яйце, потом в панировочных сухарях и обжариваю. Все. В духовке я не запекаю, потому что у меня в духовке как-то пробовала, но получается, они очень сухие. Поэтому я в духовке не делаю, просто жарю. Вот. Не знаю, если вы запекаете в духовке, напишите, может быть, что-то как-то по-другому. Или какие-то другие панировочные сухари, не знаю, крупные. Я вот эти лендовские мелкие беру, моим нравятся, поэтому жарю. И печень индейки я просто обваляю в муке и пожарю. Наверное, так. Нет. Или в сметанке. В сметанке, наверное, я, да, в сметанке, наверное, пожарю. А это просто пожарю. Здесь вот я забрала последние, которые были здесь 10 штук. Как раз тоже их обжарю. У меня муж их и с утра вместе с яичницей ест. Вот, в общем, по-всякому, дети мне не особо любят вот такие. И, да, можно их делать самим, но я не знаю, где купить вот эту оболочку. Если вы знаете, напишите. В ленте нет. Вот где я в магазинах была, как-то вот, когда обращала внимание, не знаю, где их можно купить. У меня, кстати, на мясорубке есть даже специальная насадка, чтобы делать вот такие купаты, да, правильно они называются. Но где купить самую оболочку, я не знаю. Вот в этом мясном магазине самой оболочки вот этой нет. Так что не знаю. В общем, сейчас буду готовить ужин. Так, ну что я все наготовила. У меня это получается на несколько дней будет. Это меня очень радует, потому что, ну, каждый день готовить тоже не очень мне нравится. Сделала салатик, помидоры, огурцы, сметанка своя, помидоры, огурцы свои. В общем, вообще красота, да. Еще молоко свое было бы вообще супер. Здесь у меня вот эти купаты пожарила. Сложила их сюда. Муж, в общем, будет их брать. Не знаю, может сегодня даже поест. Вот. И здесь я приготовила вот эту печенку. Я ее нарезаю вот так кусочками. Печенка крупная. Поделилась, конечно же, с своими девочками хвостатыми. И добавила лучок, немножко сметанки и протушила. Можно сливки вместо сметаны добавлять. Но у меня сливок нет, есть сметана. Поэтому добавила сметану. Ну, соль, перец по вкусу немножечко потушила все это дело. И вот нажарила вот такие вот у меня получаются домашние наггетсы мои. Это называют просто курочка в панировке. Небольшими кусочками я делаю. Вот. И еще вот здесь вот у меня сейчас варятся макарошки. Будут макарошки. У меня еще гречи есть со вчерашнего дня. Гречка оставалась, поэтому будет еще гречка. Поэтому я и говорю, что у меня получается на несколько дней будет готов ужин. Вот. Так что это не может меня не радовать.